Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. Не так давно по интернету прокатилась волна шельмования подсолнечного масла на том основании, что производят подсолнечное масло с использованием нефтепродуктов, растворителей специальных, экстракция проводится не столько физическая, сколько химическая, и что это прям страшно-страшно-ужасно-ужасно. Это, конечно, полная чушь. Ничего страшного и ужасного в этом нету, я об этом говорил. Однако, действительно, подсолнечного масла в нашей жизни очень-очень много. Подсолнечник стал, пожалуй, одной из основных, наряду с соей масличных культур в мире. И потребление подсолнечного масла сейчас очень большое, оно стало относительно дешевым, очень доступным. И люди, конечно, кинулись его есть без всякого ограничения. При этом у подсолнечного масла есть одна темная сторона. Вовсе не та, на которой говорят всякие там левые нутрициологи, сам себя назвал нутрициологом, сам как бы что-то и рассказываешь. Пугаешь народ, собираешь контент и публику. Публикой рада пугаться. Но в подсолнечном масле не самый удачный для нашего здоровья жирно-кислотный состав. Жирные кислоты – это неотъемлемая часть триглицеридов, жиров, вот этих жидких жиров. И не обязательно жидких, но, в общем, то, что мы в быту называем жирами. И, конечно, избыток отдельных жирных кислот не приносит нам абсолютно ничего хорошего. В первую очередь избыток определенных жирных кислот вызывает в нашем организме воспалительные процессы, хроническое воспаление. А теперь считается, что вот это хроническое воспаление является одним из факторов старения, факторов развития таких заболеваний, как сахарный диабет, атеросклероз и многих-многих других. В связи с доступностью растительного масла и его невысокой ценой, конечно, стоит ввести для себя немного ограничительные меры по использованию этого продукта на своей кухне. Но что же в таком случае использовать вместо подсолнечного масла? Но это не значит, что вы должны от него избавиться полностью. Просто это значит, что подсолнечное масло не должно быть единственным жиром, на котором вы что-либо готовите. Конечно, очень полезным растительным маслом является льняное масло. Но льняное масло надо полностью исключить из приготовления блюд, из любой термообработки. Поэтому, если вы заправляете салатики, то здесь вы вполне можете использовать вместо подсолнечного масла льняное масло как более предпочтительное. Но, конечно, оливковое масло всем нравится, разрекламировано, раскручено, хотя, конечно, не самое полезное по сравнению с льняным маслом отстой-отстойный. Но, в общем, оливковое как бы тоже можно. Хотя и с оливковым тоже есть вопросы. Вот следующее масло, на которое вы должны обратить внимание, ну, как бы прям бутылки почти одинаковые и внешний вид почти одинаковый, это, конечно, рапсовое масло. Вот когда вы идете по полкам с растительным маслом, ни в коем случае не проходите мимо рапсового масла. Вот рапсовое масло бывает не так легко найти на полках в магазине. Но вот мы нашей семьей перешли на рапсовое масло в части жарки. Некоторым не нравится, когда жаришь на рапсовом масле, что идет такой немножко как будто рыбный запах. Но как раз наличие этого запаха свидетельствует о высокой диетической пищевой ценности этого масла. Через некоторое время от начала жарки запах пропадает, и у блюд вкус уже получается привычный. Поэтому старайтесь, ну, не фекать, не мекать, а привыкнуть к рапсовому маслу и вводить его в свой рацион. Вот рапсовое масло прямо спасение для тех, кто не может позволить себе более какие-то дорогие там изысканные масла в стеклянных бутылках, потому что разница в цене, ну, просто колоссальная. Поэтому вот наша семья перешла на именно рапсовое масло. И жирно-кислотный состав полезный, и канцерогенов меньше образуются при жарке, и вообще щадящая жарка является тоже одним из важнейших факторов сохранения здоровья. Вот следующий жир, на котором стоит жарить, ну, вот смотрите, сейчас кабачки пойдут, да, овощи какие-то. Вот для этого всего идеально подходит рапсовое масло. Традиционно на растительном масле жарится рыба. Рапсовое масло идеально подходит для этой жарки. Ну, а котлеты как-то у нас, ну, тоже теперь все на подсолнечном жарят, но в старые времена жарили на топленом свином жире. Продавался, я помню, в советские времена в блестящих пачках. И вот представьте себе, пробежался по магазинам и нигде не нашел топленого свиного жира. Вот какую-нибудь котлету, мясо, вот что-то такое. Да, мясные продукты. Вот лучше всего жарить на таком жире, топленом свином жире. Это идеально, потому что оно не так горит, не так там дымит. И, в общем, все параметры жарки на нем являются наиболее предпочтительными. И дадут фору любому растительному маслу. Но его просто нет. Но, конечно, взять, отрезать кусочек сальца, обжарить его немножечко, получить тот самый топленый свиной жир и на нем поджарить мяско. В общем, тоже никакая небольшая проблема. Просто надо ввести это в привычку кухонную. Кроме того, взять, наколоть на вилку кусочек сальца и обмазывать там, например, сковородку, когда вы жарите оладки, когда вы жарите. Слушайте, дело к обеду, затеял такую тему. Это вообще давлюсь уже. Жарите оладки, блинчики какие-то, дранички, обмазывать вот это на вилочке кусочком сальца сковородку тоже является очень хорошей привычкой, альтернативой подсолнечному маслу и значительно лучшим способом для сохранения здоровья. На чем же еще можно жарить? Очень хорошо жарить на сливочном масле. Но обыкновенное сливочное масло содержит в своем составе достаточно много влаги и также содержит сыворотка. Сыворотка содержит белки, белки при нагревании начинают гореть, приобретают масло коричневый цвет, дымит и все это для здоровья очень нехорошо. Поэтому при выборе сливочного масла, просто проходя по полкам, у нас выбор огромный, спреды проходим мимо, маргарины проходим мимо, никогда не пользуемся этими жирами ни для выпечки, ни для жарки, ни для холодного использования, никогда ими не пользуемся. Запомнили раз и навсегда. И пользуемся высокожирным сливочным маслом. Ну вот у меня 84%. Поджарить яйцо, обжарить кабачки без нагревания до высокой температуры является очень хорошим способом для того, чтобы и покушать жареные продукты, и блинчик поджарить, оладочку поджарить. Это очень хорошо. Вы и не раскалите все это, то есть не доведете жарку до образования эпоксидов, с одной стороны. И с другой стороны, это будет все-таки жареная пища, от которой многим, в принципе, отказаться очень сложно. Но вот на максимальной жирности масло является очень хорошим вариантом для приготовления подобного рода блюд. Конечно, можно выбрать топленое масло, но, миль, пардон, даже популярные блогеры в моем лице не могут себе позволить такое топленое масло купить в магазине. Ну, разве что можно перетопить самому. И я об этом рассказывал, как сделать самостоятельно топленое масло. Когда вы планируете какие-либо жарки, в этом случае очень-очень хорошо и очень благоприятно зайти в отдел пряностей и приобрести там два вида пряностей. Первый вид пряности – это куркума. Обязательно добавляйте там пол чайной ложечки, чайную ложечку куркумы на сковородку, когда вы жарите в умеренном режиме. То есть, когда не будет происходить дымление и перекала этого масла. Если вы жарите, ну, прям картошку до корочки, да, там, при высоких температурах жарите, то вот берете тоже рапсовое масло. У меня есть видео на эту тему отдельно. Просто высыпаете туда упаковку куркумы, ну, 20-15-20 грамм куркумы на вот такую вот бутылку. Ну, там, как правило, 980 миллилитров, да, ну, то есть, почти литр масла. И настаиваете сутки-двое, оно приобретает желтенький цвет, и вот на таком желтеньком масле жарите. Это очень хорошо. Кроме того, в масло вы можете добавлять для настаивания перец красный, сладкий, молотый. Или же можете класть на сковородку тоже молотый, или вот такими лепестками, кусочками красный перец. Непосредственно на сковородку посыпать, там, чайную ложечку, пол чайной ложечки, ну, по вкусу. При жарке в умеренном режиме. Ну, например, если вы жарите кабачки, то налили масло, добавили пол чайной ложечки куркумы, добавили пол чайной ложечки перца молотого сладкого. И, не дожидаясь, когда это все начнет там карамелизоваться, выкладываете кабачочки, припустили вкусненько, вынули, подсолили, почесночили, подали к столу. Укропом посыпали. Это очень вкусно, очень полезно и очень щадяще. Ну, вместо этого масла можете взять вот это. И не надо вот эти избытки подсолнечного масла, не надо использовать. Понимаете, сейчас очень много в связи с тем, что, ну, все-таки люди стали дольше жить, да, и могут больше себе позволить в питании. Они гораздо чаще приобретают себе болезни обмена веществ. И поэтому, ну, вот такие простые, очень простые вещи, просто замена подсолнечного масла на рапсовое, на сливочное, на свиной жир топленый с добавлением полезных этих вот антиоксидантов является, ну, вот привычкой очень простой, но в то же время чрезвычайно эффективной, которая поможет вам через правильное питание наладить и ваше здоровье. Что ж, Иванова наука — это не только про сад, огород, но это еще и про очень важные вещи в нашей жизни. Как жить, ну, если несчастливо, то, по крайней мере, здорово. До скорой вам встречи, а я пойду обедать.